Монтаж, выгрузка, нагрузка. Сегодня мы монтируем две теплицы 5 на 6 и 3 на 5. Легенда. Одна теплица будет стоять на брусье, вторая будет на ленточном бетонном фундаменте стоять. Хорошо, с чего начать монтаж? Первое, конечно, разгрузиться, заложить инструмент, приготовиться, одеть перчатки, потом развести электричество, то есть поставить на зарядку, шуруповерты, под перфоратор удлинитель и делать, распаковывать. Когда разнесли, разложили, надо все это сейчас распаковать, опять по новой разложить, поликарбонат, лестницы. Положили по участку, можно так сказать, разложили, раскидали и идет упаковка, то есть снимаем пленку в мешок, все складываем, сейчас будут собирать арки. Здесь клиенты рассказывают, как расположить фонточки, окна, двери, куда поворачивать, куда открывать и так далее. Все поэтапно. Следующий этап. Сборка. Начинает, собирает, например, если бригада два человека, один собирает торец, второй собирает вот так арки, тоннель. То есть на земле скручиваются арки, прикручиваются сразу прогоны, потом это несется, если, например, большая, как здесь, пятерка, то два человека. Если трешки, там до трех, то один человек, спокойно. Спокойно один человек собирает такой тоннель, второй человек обшивает торцы, как надо. Потом торцы ставят сюда, сюда. Конструкция по нитке, например, если бетонное основание, все это размечается, фиксируется и анкерится. То есть каркас выставляется ровно, анкерится по брусу. Там проще брус, потому что идет по краю, выставляется брус и четко по брусу, там будет фундамент второй. Ставится теплица на брус уже ровно, там не надо ничего делать. Главное, фундамент ровно. Час прошел, стоит уже тоннель 5 на 6, прогоны прокручивают, собирают торец. Сейчас его поставят, соединят, потом второй будут выставлять за час. Собрали арки на трешку, сейчас к ней также прогоны и вот здесь вот соберем фундамент из бруса. Сейчас даже распаковывать здесь надо. Вот здесь будет фундамент из бруса на кирпичик. Попросили поднять его и потом будут подсыпать. Прошел еще один час. Что мы сделали? Поставили торец с поликарбонатом, сейчас готовим отливы. Их от пленки отдирать очень долго и тяжело. Следующий этап. Выстаем, замкеримся и сделаем отливы, чтобы можно было стены круть в это время. Видите, пленка тяжело отдирается. Поставили вторую теплицу, то есть установили грудь по уровням. И тоже тоннель раскрепляем. Здесь вот проще, чем на бетон, потому что ротарбонат крепится вдоль. Сразу же выставили фундамент, размере и можно ставить каркас. Устанавливается на глухаришистые, мощные. На площадке вот так делается. Самый простой вариант – поликарбонат. Крепится, одевается торцевой профиль с перфолентой. Сверху одевается. Просто торцевой профиль под форточку. Листочки. Форточка это торцевая. И потом целиком все на неблицу висит. Так, давай это замерим сразу. По-моему, все хватает в этой верфи. Давай немножко. Да. Четвертый час пошел. Четвертый час меха. Обшили стены. Сейчас крышу будем здесь скрыть. Эту теплицу уже тоже практически собрали. Стены обшили. Форточки сейчас. И двери. И потом крышу. Не так все быстро. За четыре часа, в принципе, поставить раз теплица. Два теплицы размером 3 на 5 и 5 на 6. Вариант, смотрите, двери. Если нет места, как с торца, то можно поставить вот такую дверь двустворчатую. Почему двустворчатая? Потому что пролет 950 миллиметров. И получается, получилось бы дверь просто огромная. То есть широкая. Поэтому мы всем рекомендуем ставить вот такую аккуратную двустворчатую дверь. Она будет фиксироваться на крючке лево-право. Плюс сверху замок. Вот тут вот потом покажу, когда соберу. И по центру замок двухсторонний. Ручка замок будет стоять. Покрытие крыши. Один человек снизу, с другой стороны, второй сверху. Потом пока в кроссовках, а потом без кроссовок. Здесь вот перфолента, торцевой профиль. Потом до куда дотягиваться, да, Ваня? А потом спускаться в носках. Монтаж форточки торцевой. Петли под поликарбонатом. Чтобы форточка вот так открывалась. Получается, кругом наклёс по кругу. Так. И на крючок фиксируется. Без поликарбоната это выглядит вот так. Внутри шпингалет для фиксации. Здесь будет еще крючок. Снаружи. Видите, снаружи вот петли. Прогон ставится дополнительный. К чему крепятся форточки? Вот сама форточка. Отверстие просверливаем. Правильно монтировать крышу босиком. Без ботинок, без носков даже. Времена. Миша, ботинки обматывали встречем, да? Всякая фигня, что такое не делали. Самый простой способ босиком. Как прилип и не отлипнешь, да, Миша, Ваня? День. Теплица легенда. 5 на 6. Сейчас покажем и расскажем. Дверь двухстворчатая. Заходим. Вот такая огромная-огромная теплица. Форточка в торце. Форточка стеновая. Форточка торцевая. Дверь двухстворчатая. Обратите внимание, арки изготовлены из трубы 40 на 60. Сверху усилитель. И высота стен метр девяносто пять. Идем дальше. Ручка-замок. Смотрите. Крючки, чтобы фиксировать дверь. Ручка-замок сверху. Переливчик над дверью. Обрамление. Облиф. Такая ручка. Торцевая. Форточка торцевая. Тоже с крючком. Здесь форточка стеновая. Еще фиксируется вот так на крючок. Вот так вот. Дойду подальше. Нельзя. Может фиксироваться. Еще полностью открыто на дальний крючок. И здесь сделана ручка-замок двухсторонняя. Такая вот теплица. Самое еще интересное в этой теплице то, что в ней стены 4 миллиметра, полигай стандарт, крыша 6 миллиметров. Ее следующая теплица. Тут она не одна. Следующая теплица. Это у нас легенда 3М. 3 на 5. Дверь цельная. Форточка стеновая. Форточка торцевая. Автоматическая. Она установлена у нас на брусье. Который покрашен палисандр. Также фундамент заикарен якорями. Шесть штук. Форточки автоматические. Он на лето на один саморез откручен. На зиму она будет его прикрутить и чтобы закрыть. Для этого нужно будет сначала отключить термопривод. Термоприводы все смазаны. Приготовлены. Сейчас они в рабочем состоянии. Сейчас холодно. Как только будет тепло, они откроются. Вот так вот. Вот такое расстояние. Сейчас мы их проверим. И дверь цельная в этом торце. Вот типа замок. Ну все. Всем смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok